Здравствуйте, дорогие участники! Я очень благодарю за то, что несколько дней через Слово я мог проповедовать о сердце Иисуса. Я очень благодарю, что многие пасторы приняли участие на этой конференции из разных стран. Также я счастлив, что они пригласили своих знакомых служителей сюда. Также благодарю за поддержку наших партнеров телеканалов. И также многих я хочу благодарить за то, что они помолились. Сегодня у нас особенный час. Мы продлили еще одно одно время. Сегодня мы прочитаем Новый Завет, послание к евреям, 10 главу. Будем читать 10 главу с 1 стиха по 18. Да, 10 глава, лучше всех глав, объясняет нам о прощении грехов. Когда я читаю 9 и 10 главу, Я очень благодарю за то, что Бог для нас построил вечный план. И у меня есть желание делиться со всеми этим драгоценным сердцем Бога. Будем читать с 1 стиха. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь, тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал Мне». «Все сожжения и жертвы из-за грех не угодны Тебе». «Тогда я сказал, вот, иду, как в начале книги написано Мне, исполнить волю Твою, Божию». «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил». Потом прибавил, «Вот, иду, исполнить волю Твою, Божию». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены Мы еженократным принесением тела Иисуса Христа. «Всех и священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». «Он же, принеси одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». «Ожидая затем, доколе враги, его будут положены в подножие ног Его». «Ибо Он одни приношения приношения навсегда сделал совершенными освящаемых». «О всем свидетельствует нам и Дух Святой». Ибо сказано, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы Мои в сердца их и в мыслях их напишу их». «И грехов их, и беззаконие их не воспомяну более». «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Да, прочитали по 18 стих. С первого по 18 стих очень подробно рассказывается о том, как Иисус Христос простил наши грехи. Да, здесь очень ясно написано, как Иисус Христос омыл наши грехи на кресте кровью. И поэтому, когда я проповедую Евангелие прощения грехов, часто читаю эти отрывки. Когда я говорю об этом, то всегда вспоминаю об одном человеке. Да, это девушка именем Нам Ми Сон. Да, вот я вспоминаю о ней каждый раз, когда я читаю эти стихи. Я хотел, чтобы она жила дольше, но она скончалась, будучи молодой. Но я не могу забыть тот день, в котором она получила спасение от грехов и обрадовалась. Да, в городе Кимчон у нас есть большой конференц-центр, и мы проводим летнюю конференцию и зимнюю конференцию каждый год. Да, и у нас так как много людей миссии, поэтому мы не можем провести конференцию для всех людей, поэтому мы проводим три или четыре сессии конференции. И когда мы четыре недели подряд проводим конференцию, мы долгое время проводим там. И когда мы проводим конференции, то у нас очень много дел, много работы, поэтому только после обеда мы где-то один час играем в мяч. Хотя я достаточно пожилой человек, но время от времени мы играем в мяч вместе с молодыми братьями. Сначала я был не очень хорош, но сейчас я уже неплохо играю, иногда мы выигрываем, и это очень хорошо для моего здоровья. И в тот день мы играли в мяч, потому что это был обеденный перерыв. И тогда ко мне подошла одна молодая женщина. Да, мы в тот момент выигрывали. Она сказала пастору, вот сюда приехали мои родственники. Вы можете им проповедовать слово? Честно говоря, я хотел еще поиграть в мяч. Нельзя, чтобы я ушел. Но они хотели слушать слово, поэтому я пошел к ним. Да, это была очень хрупкая и красивая девушка имени Нам Ми Сон и ее мама. К сожалению, Нам Ми Сон была туберкулезницей. А сейчас люди изобрели хорошее лекарство, и поэтому, если люди будут принимать лекарства, то могут выздороветь. Да, Ми Сон, к сожалению, заболела туберкулезом и начала пить медикаменты и подумала, что она выздоровела. И поэтому перестала принимать лекарства. И через некоторое время и туберкулез рецидировался. Но этот туберкулез стал устойчивым к лекарствам. И теперь, сколько бы она не принимала эти лекарства, она не могла выздороветь. Да, у нее было 50 килограмм, но она начала худеть постоянно. Да, и до 20 с чем-то килограмм. Да, это была очень тонкая, хрупкая девушка. Да, я хотел ей проповедовать Слово Божие, чтобы она получила спасение от грехов. Но эта девушка не хотела слушать Слово. Она не слушала внимательно. И в тот день мы, к сожалению, не могли дальше общаться. И мы договорились, давайте завтра в это время с вами еще пообщаемся. Но в следующий день я не смог ее найти. Оказывается, она уехала и вернулась домой. Тогда еще я не знал, как ее зовут, и у меня не было телефонного номера. И мне было обидно. да, может быть, она умрет. Я очень хотел, чтобы перед смертью она приняла прощение грехов. Но я не мог выяснить, где она. Поэтому как-то я забыл, и потом прошло время. И где-то через три или четыре месяца поступил звонок ко мне. Да, позвонила женщина. Она говорит по телефону, пастор, это мама Мисон. Да, вот, мама ее всем сердцем старалась и сделала все возможное, чтобы дочке стало лучше. ой, здравствуйте, рад вас слышать, как вы поживаете? Пастор, у вас завтра будет свободное время? Да, с трех до пяти завтра после обеда у меня будет время. Хорошо, завтра тогда мы приедем на то время. Она живет в другом городе, и ко мне следующий день приехали Мисон с мамой. Да, и мое сердце было наполнено словами, которые я хотел передать Мисон. Я спросил Мисон, Мисон, ты раньше слышала, как люди выздоравливали от болезни через молитву? А потом я испугался. Она закричала, а это какое отношение имеет ко мне? она начала злиться. Я говорю, что с тобой? А что делать, если ты умрешь? Я не боюсь умереть. Да, мы не могли хорошо общаться. пастором. Мне было больно будучи пастором. пастором. Да, было бы радостно, если бы я ввел ее сердце, чтобы она получила спасение от грехов. Но, к сожалению, не очень это хорошо получилось. И у меня не было много времени. Итак, наша беседа закончилась, и они вернулись. ровно через неделю снова ее мама позвонила мне. Пастор, а завтра у вас как со временем? Да, приезжайте. И я ждал Мисон. И ко мне приходили всякие мысли. Да, что делать, чтобы хорошо ей проповедовать слово? А что делать если она будет злиться? Вот как мне передавать это слово? В голове было очень сложно. И потом они приехали с мамой, и я сказал, Мисон, я сегодня тебе расскажу недолго, очень просто. Послушай меня внимательно. и через послание к евреям рассказал о том, как получить прощение грехов от Иисуса кровью. И они обе очень тихо слушали. Я постоянно смотрел на выражение ее лица и переживал, а что делать, если она будет злиться, что делать, если она не будет слушаться. я впервые так сильно переживал, когда проповедовал человеку. Около одного часа я говорил ей. Я выбрал самый главный пункт в писаниях и на простом языке очень легко ей рассказал. И прошел один час, и я взглянул на лицо Мисон. Слушает ли она меня внимательно? И я завершил рассказ и спросил Мисон, веруешь ли этому? Да, пастор, я верю. Я испугался. Я не мог этому поверить. Ведь в прошлый раз, на прошлой неделе она очень сильно злилась. А теперь я не мог ничего сказать. Поэтому я сказал ее маме, мама Мисон, а вы верите этому? Да, пастор. Да, ведь Иисус Христос простил мои грехи. И в тот день они обе стали очень счастливыми. А теперь я не мог этому поверить. Она точно поверила и говорит, что поверила? Или просто так она сказала поверила? Я не думаю, что она просто так скажет. Поэтому я начал дальше общаться. Мисон открыла свои уста. Да, недавно мы поехали с Мисон в больницу и она прошла курс лечения и возвращались домой. И тогда главный врач вызвал маму только. Мама Мисон перед возвращением поговорите со мной. И вот только мама встретилась с врачом и врач говорил маме мама Мисон у нас к вам просьба есть одна. Пожалуйста больше не проводите Мисон в больницу. Больше ее сюда не приводите, потому что мы уже не можем ничем помочь. лечим. Но мы просто делаем и притворяемся, что лечим, но будучи врачом, меня очень сильно мучает совесть. лечим. ее. Мы можем раз-два провести курс лечения. Да, будучи врачами, нам очень тяжело делать только вид, что лечим ее. Да, поэтому мы просим вас, больше сюда не приводите мисон, пожалуйста. Мы ничего не можем сделать для нее. И мама сказала, хорошо, я поняла вас и вышла. И вернулась на машину, отвезла ее дочку домой, и она одна вышла на улицу. То есть, то, что говорил врач, имеет в виду, что мисон скоро умрет. Ее отец тоже умер от туберкулеза. И та же и у мамы удалили половину легких из-за туберкулеза. И для мамы это было огромное страдание, что нужно будет прощаться с дочкой, Да, молодая дочка, которая похожа на цветок. Теперь мне нужно прощаться с ней. Она впала в такую печаль, которую она не могла переносить. И в тот день, после обеда, она вышла из дома, а на улице шел дождь. И она ходила под дождем. Она сама ходила, бродила по улицам. Мисон, Мисон, если ты уйдешь, то как я буду жить одна? Никто не мог ее утешить и успокоить. Никто не мог понять ее. Целый день под дождем, плача и продолжая плакать, она бродила по улицам. Наступил вечер, и она подумала, что ей вернуться нужно домой. Но ей было очень-очень печально. И вдруг по дороге она вспомнила о чем-то. У нее была знакомая гадалка. Да, возможно, гадалка знает, как спасти Мисон. И она пришла к гадалке. Гадалка испуговалась. Почему ты такая намокшая? И гадалка полотенцем вытерла, чтобы она могла высушиться. Да, потом мама говорит, да, поскажи, как можно спасти мою дочку? Я сделаю все, чтобы ее спасти. Я даже отдам свою жизнь. Пожалуйста, спаси ее. И тогда гадалка с улыбкой сказала. Есть два способа, чтобы спасти. Что это за способ? Расскажи мне, что делаешь, чтобы спасти? Мама Мисон спросила. А гадалка говорит, нужно тратить много денег, и нужно провести шаманский обряд. И Мисон должна принять духа. Если она станет ведьмой, шаманкой, она тогда может спастись. Да, да, но все равно нужно спасти мою дочку. Хотя бы и так. Если только я могу спасти мою дочку, я сделаю все. А с другой стороны? Да, ей не хотелось, чтобы ее прекрасная дочка стала шаманкой. Да, я не хочу, чтобы моя дочка стала шаманкой. И тогда она спросила. Вот вы сказали, есть второй способ. Да, это правда. Первый способ. Мисон должна стать шаманкой. А второй способ это какой? И тогда гадалка ответила. Второй способ. Мисон должна верить в Иисуса. Тогда мама Мисон в душе сказала. Да, нам нужно поверить в Иисуса Христа. Да, нам точно нужно поверить в Иисуса. И она вернулась домой. А Мисон уже спала. Она протянула руку и положила под одеяло. Взяла за руку Мисон. И она помолилась Господу. Если громко она помолится, то она убоялась, что Мисон будет злиться. Поэтому она тихо сказала. Боже, пожалуйста, спаси мою Мисон. Я верую в Тебя. Пожалуйста, спаси мою Мисон. Мисон. Она про себя усердно молилась Богу. И через некоторое время, Мама сказала, Мисон, Мисон, я хочу кое-что сказать. Мисон говорит, что ты хочешь сказать? Если проведут шаманский обряд и если примешь духа и станешь шаманкой, то, говорят, ты сможешь спастись. И Мисон ответила, мама, я не хочу быть шаманкой. Я не хочу. Мне очень страшно. И тогда мама тихо ответила, а что нам делать? Иначе тебе нужно поверить в Иисуса. Мама, я поверю в Иисуса. Я лучше поверю в Иисуса Христа. Я не хочу быть шаманкой. Я не хочу. Я лучше поверю в Иисуса Христа. Я проповедую Евангелие. Для спасения души я часто открываю Слово и проповедую. И иногда приходят ко мне мысли, а да, с этим человеком ничего не получится. Потому что бывают люди, которые очень сильно сопротивляются Слову. И каждый момент я говорю, Господь, пожалуйста, в этот раз помоги мне. Помоги, чтобы этот человек получил прощение грехов. Очень часто я говорил так Богу. Господь, я проповедник Евангелия. Сделай, чтобы этот человек получил спасение и родился свыше, чтобы он жил вместе с Иисусом. Я очень часто говорю так Господу. И в тот день, когда слушал эту историю, Господь сделал так, чтобы врач говорил маме. И потом, когда и мама Миссион услышала эти слова врача, и передала своей дочке. Дочка говорит, я не хочу быть шаманкой. И она приняла решение поверить в Иисуса Христа и приехала ко мне. А я об этом не знал сначала. Я переживал и очень аккуратно с ней разговаривал, потому что она может злиться. Но она впервые в своей жизни услышала слово, которое я всем сердцем передал ей. И в тот день Миссион, кровью Иисуса Христа, который умер на кресте, получила прощение грехов. И она стала драгоценной дочкой Бога. Потом Миссион открыла свой рот. Мама, мне так удивительно сегодня. Пастор больше, чем один час говорил. И я за это время ни разу не кашлял. Да, она очень часто кашляет. Но мне удивительно. Ей было очень удивительно. Дорогие, я проповедник Евангелия. Я радуюсь не потому, что у меня есть хорошая квартира или хорошая машина. Да, время от времени я иногда спорю с другими, иногда воюю. И у меня тоже есть разные обстоятельства. Даже если я снова рожусь, если я буду снова родиться, я все равно стану пастором. Тысячи раз, десятки тысяч раз. До самой старости. Да, я буду проповедовать о том, как кровь Иисуса Христа наши грехи были омыты. Каждый день, читая Библию, буду изучать, размышлять. Да, я занимаюсь этими делами. И в тот день Миссион с мамой с огромной радостью вернулись домой. И через один месяц у нас было большое мероприятие в университете Чунгнам. Я тогда проповедовал в актовом зале. И когда я уже выходил с задней двери, вот там стояли Миссион с мамой и ожидали меня. И сказали, здравствуйте. Вау, да, здравствуйте. И мы сели на стуле. И в моей комнате они с нами разговаривали. Да, Миссион, ее лицо выглядело хорошо. Я спросил, мама Миссион, как вы поживаете? Да, мы от наших предков получили большое наследие. Да, поэтому живем, мы не стали жить лучше, не стали жить хуже. Вы пейте много вкусного ей. Да, наоборот, моя дочка хочет, но все подряд есть, и это уже вызывает проблему. Да, лекарство от туберкулеза оказывает сильное давление на желудок. Да, поэтому она испытывала трудности. А потом она перестала пить лекарства. Да, ее желудок улучшился. И ее лицо выглядело намного лучше. Да, я не могу забыть ее. Хотя, так как они не жили в одном городе со мной. Да, либо нам нужно договариваться о встрече, либо ехать далеко. Да, они раньше ко мне приезжали домой, но я ни разу не был в гостях. И прошло некоторое время. Я забыл, подзабыл о Миссан. И прошло несколько лет. И однажды мне позвонила мама Миссан. Да, после этого Миссан стала лучше. Да, и она вернулась на учебу, университет. И через некоторое время она вернулась к Господу. Да, прекрасная Миссан. Добрая Миссан. Поверила в Иисуса Христа и получила прощение грехов. И она вернулась к нашему Господу. И знаете, когда тихо, я вспоминаю о таких людях. Конечно, с одной стороны, было обидно и печально. И, конечно, я скучаю по ней. Но она ушла из этого мира, теперь покоится в объятиях Господа. И я очень благодарю, когда думаю о ней. И знаете, в моей душе много таких историй. И пока я проповедую Евангелие, и когда я лично с кем-то разговариваю, люди получают прощение грехов, а некоторые даже получают здоровье. Конечно, после того дня в университете Чуннам, я ее больше не увидел. Да, потому что она жила в другом городе. Дорогие, в моей жизни, в 1962 году, читая Библию, Да, это было 7 октября 1962 года. Да, до этого дня я каждый день был грешником. Да, вот в детстве, Корея была бедной страной. Поэтому мы много раз голодали. И с возраста, да, мы воровали чужую пшеницу, картофель, яблоко. Мы много-много воровали с моими друзьями. И потом, из-за чувства обвинения, я всегда кавился. И читал Библию. В Библии я убедился точно в том, что мои грехи были точно омыты. И с того дня моя жизнь начала меняться. Да, я раньше думал и был уверен в том, что я грешник, потому что согрешил. Я думал, что я злой, ужасный, плохой человек. Но удивительно, когда Иисус Христос умер на кресте, проливая Свой кровь, спас меня от всякого греха. И с того времени Иисус Христос начал находиться рядом со мной. Я ни разу не думал о том, что стану пастором. Но через некоторое время я стал пастором. И многим людям рассказываю о том, что кровь Иисуса Христа омыла все грехи. И до сих пор я говорю это слово. С 1962 года до сегодня. Около 60 лет я провел таким образом. За что благодарю, я видел, как многие люди, получая прощение грехов, меняются. Я перечитывал Библию еще раз и еще раз. До того, как я женился. Для того, чтобы прочитать Библию, я читал книгу о сне. Думал о том, как сократить сон и как пользоваться рационально и оптимально своим временем. И иногда я вообще Библию не отпускал с рук. Очень часто я засыпал с Библией в руках. И каждый раз, когда слово из Библии западает на мою душу, Моя жизнь начала меняться. Да, все мои амбиции ушли от меня. И потом сердце Иисуса Христа пришло и столкнулось со мной. Я особенно люблю послания к евреям. Я раньше почти послания к евреям наизусть выучивал. Да, это последняя встреча на этой конференции CLF. Десятая глава. Первый стих я хранил до сегодня. И сегодня я подумал, что буду делиться с вами этим словом. Как начинается десятая глава? Первый стих. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Закон – это тень будущих благ, но не самый образ вещей. Закон содержит много смыслов и значений. Иногда мы законно называем чей заповедей, которые Моисей получил на горе Синай от Бога, после того, как он вывел израильский народ из Египта. И выведя израильский народ из Египта. Это был 1491 год до нашей эры. Да, но об этом не написано в Библии. Да, согласно истории Египта. Написано, что 1491 год до нашей эры израильский народ вышел из Египта. То есть около полторы тысячи год тому назад до рождения Иисуса Христа. И потом прошло две тысячи лет после Иисуса. То есть где-то 3500 лет тому назад эта история произошла. Да, что имеется в виду здесь закон? Да, Господь вывел израильский народ из Египта. Да, когда они жили в Египте, то приказания фараона для них были как закон. Но когда они вышли из Египта и шли по пустыне, то Господь написал десять заповедей на двух скрижалях и передал народу. Но в законе есть два смысла. Первое. Это десять заповедей. Да не будет у вас других богов. Да, не называй имя Господа напрасно. «Почитай субботу», «Почитай родителей», «Не упивай», «Не прелюбодействуй», «Не креди», «Не лжесвидетельствуй». То есть иногда десять заповедей называют законом, а в других случаях есть разные постановления о жертвоприношении. Их тоже называют законом. Так, что имеется в виду закон в первом стихе 10 главы Эквирия? Здесь написано не о десяти заповедях. То есть есть постановление о приношении, когда нужно убивать тельцов и овец и приносить Господу. Когда Господь дал десять заповедей, и Моисей хотел спуститься с горы с двумя скрижалями, тогда Бог остановил Моисея минуту. И в течение сорока дней на вершине Синай Господь видениями показал весь небесный храм. Это называется жертвенник, а это умывальник, а это стол хлебопредложения, а это светильник, а это ковчег воскурения, а это ковчег завета. Сорок дней Моисей видел эти вещи и подробно написал размеры. И показывая, Бог сказал ему, вот когда ты спустишься с горы, и потом образ, который я показал, тебе нужно построить храм на земле. Да, и они на земле построили тот же самое, что Господь показал. Да, храм на небе, это вечный храм. А израильский народ постоянно путешествовал в пустыне, и они построили это в виде палатки, сделали точь-в-точь. Да, мы называем это скиньей, так? То есть храм в виде палатки. И там и жертвенник, и умывальник, и люди, которые совершили грех, убиением либо овцы, либо козла. Да, они ножом режут горло жертвы и собирают кровь. И там есть четыре рога на жертвеннике, и они возложат кровью эти рога. И есть крышка ковчега завета. И эту крышку называют седалище милосердия. На английском написано mercy seat, то есть место милосердия. Но есть другой смысл. То есть место искупления. То есть крышка ковчега называют иногда место прощения грехов. То есть они закрыли этой крышкой ковчега. И этой кровью иногда они окропляют крышу ковчега. И есть рога на жертвеннике. И иногда они красят эти рога кровью жертвы. И таким образом приносят за грех. И прощают грехи. То есть здесь слово закон имеет два значения. Иногда закон он называет десять заповедей. А другое значение. Правила приношения по закону. Это тоже иногда называют законом. Да, вот поэтому к евреям 10 главы в 1 стихе написано слово закон. Здесь какой закон имеется в виду? Нет, здесь имеется в виду не 10 заповедей. Да, здесь имеется в виду закон о приношении жертвы. Дорогие, вы понимаете меня? Если вы понимаете меня, то, пожалуйста, поднимите руку и покажите. Да, спасибо. Вы все поняли. Можете отпустить. Я вижу некоторых вас на экране. Я вижу только 200 человек. Но я уверен, что на данный момент слушают меня десятки тысяч человек. Да, но я вижу только 200 человек на данный момент. И это в основном корейцы. Но, насколько мне известно, огромное количество людей по всему миру смотрят эту конференцию онлайн. Тут написано, закон имеет чин будущих благ, а не самый образ вещей. Что имеется в виду? Закон, то есть это не 10 заповедей. Закон о жертвоприношении. Если человек согрешил. Да, написано об этом в 4 главе книги Левит. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, то виновен будет. И когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву к козу без порога за грех свой, которым он согрешил. И возложит руку свою на голову жертву за грех и заколит козу жертву за грех на месте, где заколает жертву с исажением. Да, вот здесь написано правило жертвоприношения. Если пастор Джозеф согрешил, то во времена Ветхого Завета он должен принести одну козу. Он согрешил. И если он понял, что согрешил, если он хочет спастись и получить прощение грехов, то он должен принести козу. И должен положить свои руки на голову козы. Я сначала не понимал, что означает рукоположение. Вот почему должны положить руки на голову жертвы? Мы, когда назначаем пастора, то возложим руки на голову. Или кого-то назначаем пресс-фитера, тогда мы подкладываем руки на голову. Но почему же нужно рукоположить на жертву, что овца может стать пастором, либо пресс-фитером? Это же не так. Зачем нужно рукоположить? Да, честно говоря, когда я читаю сам Библию, и много вопросов приходит. Но знаете, в каждом слове есть своя половинка. Почему написано, что нужно возлагать руки? То есть, если это слово встретит свою половинку, то есть, вторая половинка обязательно объясняет, почему нужно положить руку. Да, я об этом сначала не знал, поэтому несколько раз перечитывал Библию. Даже после течения Библии я не находил ответа и пропускал мимо. Да, но однажды я прочитал Левит 16 главу, 21 стих. И возложит Арон обе руки свои на голову живого козла. И исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их. И возложит их на голову козла. Да, для приношения грех мы должны передать грех жертве. И рукоположением только грех передается на этого козла. Да, на первый взгляд это похоже на простую историю. Но на Иисуса Христа тоже возложили руки. На реке Иордан, когда Иоанн крестил людей, вот тогда Иисус Христос пришел к нему. «Мне нужно креститься от тебя». Иоанн удерживал, говорил, «Мне надо креститься от тебя, и ты или ко мне приходишь». И тогда как на это сказал Иисус? «Позволь теперь». «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Что означает «исполнить всякую правду»? Когда все грехи прощаются, то можно сказать, что исполнилась всякая правда. Вот в Ветхом Завете, когда люди приносили жертву за грех, овцы не просто умирают и с грехи прощаются. Нужно возложить руки на голову овцы и передавать грехи жертве. И только после этого жертва должна умереть. Тогда только грехи наши передаются жертве, и мы получаем прощение. Да, Иисус Христос явился, чтобы умереть за наши грехи. Да, Он прожил на этой земле 30 лет. И потом Он три лет работал для Евангелия. Он пришел к Иоанну, чтобы креститься. Иоанн крестил людей крещением покаяния. А у Иисуса Христа не было греха. Поэтому у Него не было никакой надобности каяться. Ему не нужно было крещение покаяния. Но Иисус сказал, что хочет креститься от Иоанна. А Иоанн отказался. Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Тогда Иисус дал точный ответ. «Позволь теперь». Так надлежит нам исполнить всякую правду. Антонимы к слову «правда» – это ложь, зло. То есть исполнить всякую правду – это означает простить все зло. И в Ветхом Завете, когда опца умирает, она не просто умирает. Вот священники возлагали свои руки на голову опцы. Я долгое время хотел найти ответ на этот вопрос. Искал и в Библии ответ. И через некоторое время, вот в 16 главе, в 21 стихе книги Левит. «И возложит Аарон обе руки на свои на голову живого козла, и исповедает над ним сей беззаконие сынов Израиля, и сей преступления, и все грехи их». Здесь есть ключевое слово. «И возложит их на голову козла». И поэтому жертвоприношение в Ветхом Завете, для того, чтобы овца или коза взяла на себя наши грехи. И поэтому возлагали руки на голову овцы за наши грехи. И таким образом возлагали грехи наши на голову овцы. И после рукоположения, дальше этот козел проходит. Да, мы это называем Божьим агнцем, который берет на себя грех мира. Рукоположением все грехи перешли на эту овцу, на агнца. Ведь теперь агнц берет эти грехи и идет, направляется к смерти. Да, это и агнец, который берет на себя грех. Иисус должен был умереть на кресте за наши грехи. Смертью он прощает все грехи. И в этот момент исполняется всякая правда. Да, поэтому, чтобы получить грехи на себя. И когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа на Иордане. Да, он возложил на него грехи. И теперь Иисус Христос Да, это крещение было не для прощения грехов. Иисус не был грешником. Но Иисус Христос, став Божьим агнцем, Да, и в этот момент Он взял на себя грех мира. Иисус говорит Иоанну, Позволь теперь, так нам надлежит исполнить всякую правду. Чтобы исполнить всякую правду. Да, для этого Он должен был простить все грехи наши. Да, Иисус Христос получил крещение. И тогда Дух Святой сошел как огонь. И прозвучал голос Бога. Сей есть Мой возлюбленный Сын. Иисус не уклонился от того, чтобы взять на Себя грехи. Но чтобы взять на Себя наши грехи, Он пришел, чтобы креститься. Он пришел креститься. И поэтому от Иоанна 1 глава 29 стих. Следующий день Иоанн видит Иисуса, идущего к Нему. Вчера Он получил крещение. И на другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса. И говорит, «Вот агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Да, может быть, мы вместе повторим слова Иоанна. Я сначала скажу, а потом вы повторяете за мной. «Вот агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Да, спасибо большое. И в тот момент все наши грехи были возложены на Иисуса. И затем, умирая на кресте, Он омыл все наши грехи. Что говорит Кевриям 10 глава? Да, закон имеет тень будущий благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не можно сделать совершенными приходящих с ними. Да, закон, то есть это закон о жертвоприношении. Да, согласно этому закону, люди закололи агнеца, козлов. Это самый образ вещей или нет? Нет. Это не настоящее. Это всего лишь пример. Для того, чтобы научить нас тому, что произойдет в будущем. Настоящее, когда Иисус Христос в мире на кресте прощает грехи. Но закон, согласно которому Агнес умирает за наши грех в Ветхом Завете. Конечно, через такое приношение наши грехи прощаются. Но это не настоящее. Это всего лишь образец и тень, чтобы научить нас тому и показать нас тому, то, что Иисус Христос в грядет и простит наши грехи на кресте. Аминь. Аминь. Тогда, дорогие. Какая тогда разница между жертвоприношением и смертью Иисуса Христа? Есть очень большая разница. В законе люди убивают жертву, и они окропляют жертвенника. Но скажите, пожалуйста, это жертвенник, который на небе или на земле? Да. На каком жертвеннике? На небесном жертвеннике это происходит? Да. Люди возлагали кровь на жертвеннике небесного храма? Нет. Нет. Да. Почему? Мы же не можем подняться на небо. Мы там не можем окропить. Поэтому жертвенник, который на земле. То есть, Моисей сделал жертвенник на земле, да, как пример того, что происходит на небе для прощения грехов. Есть причина, которая намного важнее. Мир, в котором мы сейчас живем, можем назвать миром времени. Да, мир времени. То есть, в этом мире времени есть прошлое время, настоящее время и будущее время. То есть, время тут проходит. Поэтому мы этот мир называем миром времени. А вот на небе находится мир вечности. Вот в мире вечности нет течения времени. Там нет ни прошлого, ни будущего. Там есть одна вечность. Там нет ни смерти, нет ни изменения. Но в этом мире времени, видите, у меня седые волосы. А в детстве у меня были темные волосы. У меня не было морщин на лице. Но с возрастом, со временем, да, смерть приближается. Да, я уже вижу на себя. Да, я старею. Такое возможно только в мире времени. А в мире вечности, там люди не стареют, там люди не умирают. Время не течет. Время не течет. Там все, просто вечность. Поэтому, когда люди приносят жертву в мире времени, да, грех прощается. Однако, грех прощается не навсегда. Только тот определенный грех прощается. Я сегодня совершил кражу. Я покаялся, убили агнца и принесли приношение. Да, моя кража прощена. Правда? Зачем проходит время? Около месяца тому назад я принес жертву. Пять лет прошло. Потом я совершил другой грех. Да, приношение, которое я в прошлый раз принес, да, по истечению времени, эта жертва более не находится в настоящем времени. Это ушло в прошлое. Приношение, которое прошло в прошлое, не может простить грехи, которые я совершаю сейчас. Тогда как мне нужно быть? Опять я должен принести жертву. Опять я получил прощение грехов. И опять через несколько лет я согрешил и приношу приношение. То есть одно и то же приношение я часто приношу. А Иисус был пригвожден к кресту и со Своей кровью. Он не возложил кровью жертвенник, который на земле. Но Он окропил жертвенник, который находится в вечном небесном храме. Поэтому приношение, которое Иисус Христос принес на этой земле, прощает грехи, не может простить навсегда. И поэтому, когда человек повторно согрешит, то человек вновь будет грешником. И тогда ему опять нужно прощение грехов. Он согрешит и опествует грешником. Поэтому, когда Иисус Христос принесет свое тело на этой земле, то сель для всех людей в этом мире Иисус Христос должен умереть десятки, миллионы, десятки, сотни миллионов раз. И то этого будет недостаточно. Поэтому Он не возложил жертвенник на этой земле своей кровью. Но чтобы омыть все наши грехи навсегда, Он возложил свою кровь на жертвеннике, который стоит на небе. И поэтому этим самым Он приобрел вечное искупление. Вы понимаете меня? Да, давайте немного поговорим об этом подробнее. К Евреям 10 глава, 1 стих. Закон имеет тень будущий благ, а не самый образ вещей. Да, то есть, когда люди приносят жертву козла, агнца, это не настоящее. Это всего лишь образец того, как Иисус Христос приносит свое тело на кресте. И одними теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми. То есть, в тот момент, конечно, да, это может сделать человека совершенным, но никогда не может сделать совершенными приходящих с ними постоянно. Понимаете, о чем я говорю? Аминь. Следовательно, Иисус Христос поступил по-другому. Второй стих. Иначе. То есть, что значит «иначе»? Если бы Иисус Христос омыл навсегда грехи, перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Если бы Иисус навсегда омыл наши грехи, то не нужно больше другого приношения. Раньше в Ветхом Завете люди каждый день приносили жертву. Для чего? Каждый раз, когда они согрешали, приносили жертву. Так как эти приношения могли истребить грехов навсегда. А Иисус Христос со Своей кровью Да, возложил жертвенник на небе Своей кровью. И Он навсегда простил грехи. Вы понимаете меня? Или же, если приношение на этой земле, если бы здесь мы могли принести вечное приношение. Второй стих. То, приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. И поставили бы точку на этом. Каждый раз, когда люди согрешали, они приносили жертву, убивали жертву и приносили жертвоприношение. Когда они убивали Агнца, только тогда грехи омывались. Но так как они живут в мире времени, да, в какой-то момент это может прости грехи, но это не может истребить грехов навсегда. Поэтому Иисус Христос явился. Иисус Христос не окропил жертвенник на земле Своей кровью. Он окропил жертвенник, который на небе. Дорогие, давайте откроем к евреям девятую главу. К евреям девятая глава, одиннадцатый стих. Но Христос в первосвящении будущих благ придется больше, и совершеннейшее скиньо нерукотворенное, то есть не такого устроения. Иисус Христос глянул как первосвященник. И Он не окропил рукотворенное скинье. Придется большее и совершеннейшее скинье нерукотворенное, то есть с небесной совершенной скинье. Двенадцатый стих. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Приношение в Ветхом Завете. Это произошло кровью козлов или тельцов. Но Он принес со Своей кровью. Раньше окропляли жертвенник на земле кровью козлов или тельцов. А земля — это мир времени. Да, омывать грехи только в тот момент. Но не могут простить грехи навсегда. Вот поэтому Иисус поднялся на небо и туда вошел в святилище. И не с кровью козлов или тельцов, но со Своей кровью. Здесь есть важный момент. Приобрел вечное искупление. Вечное искупление. И каждый раз, когда мы омываем грехи... Господь, я согрешил, прости, пожалуйста. Господь, я опять согрешил, пожалуйста, прости мои грехи. Иисус Христос поднялся на небесную скинью. И когда Он простил нам грехи, Он не только временно омыл. Но написано, Он приобрел вечное искупление. Аминь. Аминь. Поэтому нам, у нас нет необходимости приносить повторное приношение. Иисус, да, Своей кровью, которую Он пролил однажды, принес скинью на небе. И приобрел вечное искупление. И об этом говорит нам 10 глава послания к евреям. Дальше посмотрим 10 главу послания к евреям. 10 глава. 3 стих. Но жертвами каждогодно напоминаются о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов или козлов уничтожала грехи. Кровь тельцов и козлов на жертвеннике земли моментально омывая грехи. Но не могут уничтожить грехи. А кровь Иисуса Христа принесла вечное приношение. И раз и навсегда уничтожила грехи. Написано, кровь тельцов и козлов невозможно не уничтожила кровь. Грех. Посему Христос, входя в мир, говорит, да, когда Христос явился в этом мире, Бог жертвы и приношения не восхотел, но тело уготовал Мне. Да, Иисусу понадобилась плоть для того, чтобы пребывать в этом мире. 6 стих. 7 стих. 7 стих. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю Твою, Боже». В начале книги, то есть в Библии. Перед тем, как явился Иисус, Библия заранее говорила о том, как Иисус Христос придет и омой грехи. Особенно в книге Исаии, 53 главе, в 5 стихе написано. Исаия 53 глава, 5 стих. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Исаия жил за 700 лет до прихода Иисуса Христа. «Он говорил о том, что Иисус Христос, Иисуса пригвозят к кресту». Он говорит, «Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». «И Господь возложил на Него грехи всех нас». Иисус со Своей кровью. Он не окропил жертвенник на земле, но Он окропил жертвенник на небе. «Да, все, что находится в этом мире, подлежит времени». «Да, принадлежит времени». «А жертвенник, который на небе, принадлежит вечности». «И тогда мы тоже должны жить вечно». «И придет к нам вечный мир». «Аминь». «Поэтому Бог не хотел жертвы или всесыжения, где убивали козлов или тельцов». «Но Он уготовил тело Иисусу». «Понимаете, о чем?» «Дайте прочитаем дальше». 10 глава, 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». «Да, они могут временно омывать грехи». «Но не могут уничтожить грехи». 5 стих. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал Мне». Бог не хотел, чтобы грехи омывались только временно, но тело уготовал Мне. Для того, чтобы умереть на кресте, на этой земле, Бог приготовил тело для Иисуса Христа. «Все сожжения и жертвы за грех неугодны Тебе». «Да, все это было по закону». «Да, убиением тельцов и козлов омывали грехи, но так как их кровь не могут уничтожить грехи навсегда». «Да, это образец того, что Иисус Христос, умирая на кресте, омоет грехи». 7 стих. «Тогда Я сказал, вот, иду, как в начале книги написано Мне, исполнить волю Твою, Божию». «Да, как написано в Библии, Иисус Христос явился на этой земле, чтобы умереть на кресте». «Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил». «Девятый стих». «Потом прибавил, вот, иду, исполнить волю Твою, Божию». «Отменяет первое, чтобы постановить второе». «Да, отменил приношение кровью козлов тельцов». «Второе, это вечное прощение грехов кровью Иисуса». «Десятый стих». «Давайте прочитаем вместе вслух». «Три, четыре». «По всей этой воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». «Да, Иисус Христос, а мы навсегда наши грехи». «Одиннадцатый стих», давайте прочитаем. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». «То есть, какое приношение приносит священник?» «Они могут временно мыть грехи, но не навсегда». «Давайте прочитаем двенадцатый стих». «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». «Да, Он навсегда омыл наши грехи». «Тринадцатый стих». «Ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его». «Четыринадцатый стих». «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». «Как раньше в Ветхом Завете люди убивали агнцев, если бы таким образом же приносили бы тело Иисуса Христа, Он должен был умереть сотни миллионов раз, и то Он бы не смог омысе наши грехи. «Но Он окропил жертвенник на небе своей кровью». «И через это Он навсегда оправдал нас и сделал нас совершенными». «Аминь!» «Аллилуйя!» «Аминь!» «Навсегда мы оправдались и сделались совершенными». «Пятнадцатый стих». «О Сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, в отзыве, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы моим в сердца их и мысли их напишу их, и грехов их, и беззаконие их, не воспомину более». «Восемнадцатый стих». «А где прощение грехов?» «Там не нужно приношения за них». «Смерть Иисуса Христа на кресте». «Его пролитая кровь – это вечное приношение, которое уничтожило наши грехи навсегда». «Хотя Он умер две тысячи лет тому назад». «Но Он окропил жертвенник не на земле». «Но в вечном Царстве Небесном Он там окропил жертвенник». «Поэтому наши грехи омылись навсегда». «Аминь». «Дорогие, вы грешники?» «Вы грешники?» «Неужели вы грешники?» «Нет». «Хотя вы много согрешили». «Но Иисус осветил нас». «Мы это называем Евангелием». «Блаженная весть». «Верите ли этому, дорогие, что кровь Иисуса осветила нас навсегда». «Примите это Слово свою душу». «Поверьте Слову Библии». «Тогда грехи уйдут от вас и поселится в вас Дух Святой Иисуса». «И для того, чтобы вы могли жить жизнью Иисуса». «Дух Святой вам поможет». «Благодарю». «Помолимся». «Святой наш Отец, мы благодарим тебя». «Смерть Иисуса Христа на кресте». «Да, поставила точку наказанию за наши грехи». «И кровь Его осветила и сделала нас совершенными». «Мы больше не грешники». «Кровью Иисуса на кресте наши грехи омылись». «И мы оправдались и сделались совершенными навсегда». «Мы благодарим тебя и хвалим имя Твое, Господь». «Господь, благослови нас». «Дай нам поверить Кресту, что наши грехи омылись». «Так как ты уже получил наказание за наши грехи». «Мы теперь больше не грешники». «Мы веруем в Иисуса». «Мы верим, что ты омыл все наши грехи». «Благодарим тебя». «Молился во имя Иисуса Христа. Аминь». «Для того, чтобы люди по всему миру услышали эту благую весть и освободились от грехов». «Да, мы через силы будем дальше проповедовать Слово». «Благодарим за вашу честь». «И даже расскажите другим людям, чтобы они могли освободиться от грехов». «Чтобы ни один из них не страдал от грехов». «Для того, чтобы Иисус Христос, который умер на кресте, радовался». «Хочу, чтобы и вы проповедовали Евангелие прощения грехов». «Благодарим всех за то, что вы были с нами». «Благодарю хору «Грасиас». «И благодарю всех сотрудников телеканала за то, что вы потрудились для Евангелия». «Гос Господь вас благословит». «Для прощения грехов кровью Иисуса Христа». «Благодарю, что вы, телекомпании, телеканалы, трудились с нами». «Чтобы люди, услышав трансляцию, получили спасение». «Я уверен, что ваши телеканалы угождают Господу». «Давайте дальше вместе будем трудиться и проповедовать Евангелие на край земли». «Чтобы ни один человек не попал в ад с грехами». «Я очень хочу, чтобы Господь нам помог. «Пусть Господь благословит обильно всех вас». «Благодарю, пастор Джозеф, за перевод». «Сиг вас благодарю». «Я уверен, что оно не ш work в неах commands». «Я уверен, что ваш不是ément смелет scary?» «Да, ж Professora valuable, что мы нашем практически. «Почерканалка эта перевод если вы наложите freely». « Fei и пол